и мама привет сегодня 1 сентября это бе-мама это бе-нася это бе-мама подожди да сегодня в локфру наше первое сентября настюха идет в школу поехали проснулись позавтракали одели детей и пошли себе спокойно у нас сегодня линейка но у нас уже в втором классе то есть это уже не так праздничное все абсолютно буднично для настя у нас много людей самое приятное из того что произошло в этот день настя была рада видеть своих девчонок своих подружек с которыми не виделась все лето и с многими из них она ходит на танцы не сразу бросили друг другу обниматься наговариваться очень рада она была видеть свою учительницу лариса дмитриевна я смотрел на нее и только заметил какая она стала взрослая в прошлом году она была такая маленькая бабушка наблюдала тоже издалека а дима носил коляшку кстати видите это у нас такой интересный обычай засевают на 1 сентября например жениха с невестой когда они выходят из дому жениться их тоже посевают посыпают пшеницей с деньгами это как пожелание хорошего доброго пути вот нас засевают деток перед началом учебного года чтобы все у них получалось хорошо я очень надеюсь что это пшеница даст хорошие всходы в плане учебы вообще-то весело смотрите как все радуются дети смеются и как-то все было очень светло и и трогательно хотя в прошлый раз нам все показалось более праздничным наверное потому что для нас это был первый раз в первый класс а в этом году уже второй ну гляньте как симпатично и все это душевно выглядит архиве в Наши детки пришли на 1 сентября без цветов. Мы подарили один общий букет от всех родителей, так сказала Лариса Дмитриевна. А потом был фотосет. Андрюша очень вырос, вы заметили, правда? Все, мы уже отбыли 1 сентября 2 класса. Все очень буднично на самом деле, вы видели. Просто посмотрели на чужую линейку, нашу в прошлом году было лучшим, интереснее, мне кажется. Кому-то посмотреть на видео, я оставлю ссылочку в описании на прошлогодний ролик на 1 сентября. Ну, может, потому что для меня это было важно, это было очень трогательно, это было впервые. А сейчас замечательно, учительница, все прекрасно, отличный родительский комитет, абсолютно адекватный чат в Вайбере, просто чудесный. Все решается, все пусто, без вот этих километровых в виде рулона, туалетной бумаги, переписки о цвете елочной игрушки. Не, у нас все прекрасно. Все, идем сейчас, немножечко отдыхаем, готовим кушать, потому что я хочу заехать к Куму, к Косте. Он в больнице, и Лена, ей через весь город, ей очень далеко ехать, мне намного ближе подъехать к нему, привезти ему еды. А тем более мы будем ехать на машине на мамаслет. И нам легко заскочить, забросить ему какой-то супчик, сейчас бабушка сварит супчик, овсяночку какую-то вкусненькую, и покормим Кума. И поедем гуляться на мамаслет, нам Настя будет участвовать в каком-то квесте интересном, поснимаю. Покажу вам прикольное мамское мероприятие. Что-то я уже устала, на каблуках пошла, понимаете? А коля вообще вырубается. Идем за едой. Давай. Купим что-то вкусненькое, кофе, и пошли домой отдыхать. Бабушка Лариса сварила супчик для Кости, потому что Лене очень далеко ехать к Косте в больницу, она же с Алисой. Алиса маленькая, сегодня у них первый звонок, я думаю, что им совершенно не дает вам, мы действительно ближе. Мы сварили рисовый супчик с мясом и овсянку, тоже на мясном бульончике с мясом. Сейчас съезжу, отвезу Куму еду и повезу Настю на фестиваль. Спасибо, бабушка. Я долго думала, что же подарить тете Алисе и Ленке на день рождения. Да, мы подарили бусинку Пандора, которую мы дарим каждый год, разную, каждая со смыслом, и мне кажется, что наши пожелания сбываются каждый раз. В этот раз даже не знала, хотела что-то самой подарить, что-то очень теплое, личное. Вы же видите у меня этот кончик, который я не снимаю, там где мои детки на нем. И вот я кое-что похожее заказала для Лены и Алисы. Смотрите, это бусинка на браслет Пандора с фотографией Машки Леныной. Это Колина Крестная, помните? Это Машка будет у нее на браслете с мамой всегда. А этот кулон для тети Алисы, которая из Белой Церкви. Здесь Лена с Машей. Это серебряное изделие фирмы 925. Мне очень и очень понравилось. Вы же видели, что я даже на море его не снимала. Это, конечно, не совсем правильно, но я, честно говоря, забыла. А потом вижу, что ничего не испортилось. Ничего не повредилось. Отличного качества и очень красивое изделие. И цена классная. Вот, смотрите, вот такой кулончик стоит 645, а этот стоит, который большой, 693 гривны. Муранское стекло. Снизу вот такая вот фотография. Ну, круто же, правда? Очень красиво. Я ссылку оставлю там, где я заказала. Вообще, это прекрасный подарок. Уже все наши бабушки говорят, а я, а я, а я тоже хочу. Ну, действительно, это очень хороший душевный, адресный подарок. Ну, может, кому-то такое не нравится. Мне очень приятно, что они всегда со мной. И, надеюсь, девчонкам тоже понравится. Ну, вы это увидите во влоге, во всяком случае. Еду в больницу, и потом на «Мама с лед». У нас такси сжедет на улице. Мы пытаемся разобраться, туда ли нам идти. Сейчас, секундочку. Так. О, господи. Где тут? Куда? На третий этаж. Ух, тышка. Даже не успею с кумом поговорить ни о чем. Потому что совсем опаздываю. Колер лет. Колер, по-моему, ракозирус. Не знаю, он не выздоравливает уже месяц. Полностью так, чтобы от выздоровел ребенок. Где-то не болит. Врач уже у него. Сейчас я вызвала. Отвезла Настю на квест, потому что обещала. И быстренько вернусь обратно. Нет, нет у меня ответа на этот вопрос. Дадим анализы, все будет понятно. Хорошо, по-моему, мы не туда пришли. Да, мы сначала пошли не туда, куда-то. Тут должны быть какие-то указатели куда-то. Ох, лабиринты. Ох, лабиринты. Кошмар. Выберемся, Настя. У нас нет выбора. Надо выбраться. Это уже... Нормально строили, мама. Нормально строили. Надо было... Не понимаю, сколько каких поворотов. Я уже потерялась, честно сказать. И что? Наша попытка номер четыре. За холом будет лестница, сказали. На третий этаж. Ух, тут про холода. А это какой? Уже? Мы уже влезли поворотом. По-моему, это оно? Да. Да. Фух. Пришли. Где-то Кости нет. Он куда-то вышел. Но сейчас, наверное, оставим еду и убежим. Потому что нам просто нет времени. Бежит принц с конем. Держи, Кун. Держи, я бегу, потому что совсем нет времени. Все, выздоравливай. Мы побежали. Боже, тут еще какая-то кафедра. Какая-то красота такая. А не надо прыгать, Настя. Побежали уже, потому что таксист нас ждет. И КВС. Ого-го. Квест. Вот это квест, Настя. Вот это квест. Мы с тобой устроили себе сегодня. Мне кажется, что мы не успеем. Потому что как-то... Боже, сколько мы переходов перебежали с Настей по этой больнице везде. Пока мы дошли... Что-то я не умею рассчитывать время. Фух, кажется, мы успели. Так, подходи. Есть. Какая знакомая красотка восточная. Вы бегите к своей желтой команде. Я вам принеси сейчас шарик. Намасте, моя дорогая подруга. Я так рада. Намасте. Надеюсь, ваш путь был легким к нам. Молчите, пожалуйста. Дорогая, не знаю, кто вы. Это был капец. Дорогая, не знаю, кто вы. Дорогая, а потом познакомиться. Хорошо. Спасибо. Спасибо вам большое. Дорогая. О, Машка. Придумывай название команды нашей. А о чем вообще в суть игры? О чем команда может быть? Это квест по странам мира. Квест по странам мира? Да. Давайте быстро придумаем что-то, связанное со странами мира. Драконы. Давайте зеленые драконы. Драконы же путешественники. Кричалка красная, фиолетовая. Теперь кричалка еще. Кричалка. Все подходим ближе. Зеленый дракон. Самый быстрый он. Не тыкаем в меня шарик. Все. Вы же самые быстрые путешественники. Быстрее, чем дракона, нет никого. Шарики опустили в пол. Фу, все, отдали. Команду придумали. Кричалку придумали. Можно выдохнуть немножко. Я надеюсь, где-то даже в офискосе. Сейчас я хочу услышать каждую из поисковых экспедиций. Вот здесь работает Лена с Лидой. Сейчас все слушают зеленую команду. Зеленая команда. Зеленый дракон. Кричалка есть? Зеленый дракон самый быстрый он. Спасибо, мама. Хорошая командная работа. Фиолетовый цвет. Слушаем внимательно фиолетовый цвет. Что делать? Ой, пока тут разбираются. Пока все разбираются, я вам сейчас немножечко покажу мамасу. Мамас Лед. Это очень известное мамское мероприятие. Родительское мамское. С разными прикольными фотозонами. Прыгалками, гулялками, игралками, бродилками, ярмаркой, сценой. Возможностью поваляться родителям в пуфах и так далее. Это парк Орлятка. Орли парк. О, а меня тут кто-то ждет. Привет, привет, Кристина, привет. Привет, Кристина. Привет. Вы пришли? Вы пришли. Привет, а где Коля? Молчи, просто расстраивай меня. Коля остался с бабушкой. Да, жалко. Ну ничего, сегодня так. Хорошо, что мы доехали. Так. И начали. Раз, два, три, четыре, четыре, четыре. Раз, два, три, четыре, четыре, четыре. Улыбаемся. Что за скучные лица? Три, четыре. Нам рот дан для того, чтобы улыбаться и радоваться жизни. Раз, два, три, четыре. Цветочки рисуем. Друг другу надо дарить цветы каждый день для того, чтобы любовь была в сердце. Я дарю вам свою любовь. Дарю вам свою любовь. Намасте. Приверемся все за руки. Быстренько, быстренько в атаку. Вот так взялись. Ручки растянули круг. Вот так. Так, достаточно. Прекрасно. Теперь подняли ручки вверх. Выдохнули глубоко воздух. И все вместе выдохнули. Ха! Нет, что-то не то. Давайте еще раз. Подняли ручки вверх. Выдохнули воздух. И выдохнули. Ха-ха! Отлично. Чувствуешь, как энергия пошла в голову? Чувствуете? Да. А? Чувствуешь? Прекрасно. Давай опять. Ну что? Я чувствую. Отлично. Все чувствуют. 7-5. А теперь, коль энергия пришла, надо связаться с духами. Повторяем все за мной. Танцуем. Это дивный танец связи с духами. А теперь, повторяем со мной. О, великие ветра! Не слышу вас. О, великие ветра! О, плодородная земля! О, плодородная земля! О, бушующие реки! О, бушующие реки! О, жгучее пламя! О, жгучее пламя! Давайте же освободим свое внутреннее «Я». Кто потревожил древнего духа ацтеков? Ты? Нет. А кто потревожил? Не ты? Может, ты? Нет. Точно чувствую ты. Что вас привело ко мне? Нам нужен билет. Билет вам нужен будет. Вам билет поможет. Вам дух следует за духом. Я уже! Отойдите! Ой, у нас тут лимит прикольно. Ты зайчик? Зайчик. Девет! Девет! Сова! Еще два осталось. Курица! Курица! Давай я не знаю. Рыба! Рыба! Пока вы так заморались, пока вы путешествовали, я вас немного почищу. Вот это! Вот это! Только чернила! Только чернила! Только чернила! Ой, такой классный квест, кстати, вообще. Что же это за слово? Смотрите, вот. Великобритания! Миссис Хатсон, вы так красивая! Спасибо! Вручаю настоящие амулеты, настоящее удостоверение того, что вы очень-очень крутые следопыты и поможете. Маленькие подарки. Маленькие подарки, просто памятные. Это вам ваши козы. А это теперь бусинка на браслет с Машкой. А можно посмотри? Ну, как да? Смотри! Смотри, какая ты не туда смотришь! Спасибо! Спасибо! Люблю тебя! У тебя булы рядом! Вот у меня все, что надо на мне. Сейчас еще одну найду. Я собрала комплект. Мне так понравился. Очень спасибо! Все, что надо. Сейчас переверну на улыбку. Сегодня так. Мы артистов украли. А меня Лида красила. Нормально. Клеила тоже? Клеила сама. О боже, ты клеила ресницы! Впервые вижу тебя с этими такими опахалами. Ой, Лида такая хорошенькая. Вообще красотка. Так необычно вас видеть в таких всяких ролях. Прикольно. Анюта привела всех оглоев. Звезда моего прошлого влога привела своих малышей. Таня и Наташку. Все есть в сборе. Бабушка Алиса привезла Машку. Пьем кофе. Украли артистов на 5 минут. Через 5 минут новый квест. Да. Половину, наверное. Поймаешь артистов? Они разбегаются, разбегаются. Ты их ловишь, 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 ловишь. И перед тем, как сделать фото селфи, надо делать видео селфи. Видите, мы делаем видео селфи. Сейчас, извините. Понимаете, эти индейцы. Можно поймать индейцев? У меня тоже сегодня дети сказали, что в Индии нет телефонов. Говорю, как нет. У меня же есть. А у меня в Англии есть. Но я им не пользуюсь. А у индейцев в Легваме тоже был телефон. И что? Мы в современном мире, думаешь, у них нет телефонов? Ну да. Но мы больше взывали не к телефону, а к воде, земле, воздуху. Не ломается концепция. Нет, нет, нет. Все нормально. Какая у меня подруга красивая. Не, ну он вернулся все-таки. Он походил, походил, поговорил, вернулся. Индеец настоящий, подвид. Это мне нравится как-то это в состоянии духа. Вот видите, вы хотели рассмотреть вот это. Вот так выглядит души индейцев. Елена Грицай. Дурень. Я есть грудь. Сволочи. Я есть грудь. Сволочи. Я есть грудь. Сволочи. А ты что убежала? Я тоже. Ну я стою тихонько и молчу. А у Лиды сегодня самая классная роль. Она целый ли не спит? Кресле качалки. Она просто старая вешалка. Ей дали старую рожу спать. Да. И это прекрасно. Все, отпускаем. Детевая неделя. Я пошел курить трубку мира. Пришла вот эта девушка, которая зовут Кристина, которая вы уже видели во влогах. Моя подруга. И принесла вот что. Смотрите, какая красота. Подушенцы. Это твой маленький бизнес, да? Ага. Ага. Так мы на тебя ссылочку оставим на твой фейсбук. Конечно. Или инстаграм. Где ты там? Как обычно, да? Красиво. Шикарно. Спасибо большое за подарок. Спасибо. Пожалуйста. А мы тут на Мама с Летиной нашли нашу любимую Агушу. Сейчас покажу, что нам подарили. Смотрите. Очень вкусно. Ой, класс. Красота. Давай вот эту корону. Смотрите, какие красивые магнитики. Я на холодильнике. Боже, какая прелесть. Класс. Сейчас оденем. Ну это правда. Вот потому мы ее и рекламируем. Потому что мы ее выбрали. Класс. 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 Это мой хэштег. Все. Мы побежали. Поучаствовали во всяких фестах. Погулялись. Поигрались. Набегались. Я хочу еще. Не знаю. Я бы с удовольствием тоже осталась бы еще. Но бабушка наша позвонила, что Коля очень плачет. Не кушает. Не пьет. Хочет маму. Это срота вирус. Я так понимаю, что видимо у меня тоже. Потому что у меня что-то побаливает. Или мне уже кажется на фоне этого всего. Не знаю. Но у Коли так точно. Ему нужна мама. Сиси. Мы вызвали такси. И сейчас через пару минут уже будем дома. День получился каким-то очень насыщенным. Очень сумбурным. Я что-то так устала. Завтра нас приглашают на пикник Димы. Друзья лучшие. Его пацаны. Его компания. Которые мне дружат. Детского садика буквально. Но наверное мы не пойдем. Мне что-то кажется, что мне хочется просто отдать. Вдохнуть один день. Просто уделить его себе. Значит так и сделаем. И вот так уже который час. И ему плохо, и мне плохо. Их так опять. Да, мне сразу стало лучше. Пошли, что Дима с репетицией. И так хочу. Да, сейчас, Колечка, дам тебе водички. Блин, поболели. Да что ж такое-то. Какое-то как, не знаю. Что-то сглазил кто-то или что? Еще мы все трое. Это еще ничего, Настя. Так что не симулирует. Все самое здоровое из нас троих сейчас. Надеемся, завтра нам будет легче.